Сегодня многим углическим семьям на оплату жилья и коммунальных услуг приходится тратить более половины своих доходов. Для решения этой финансовой проблемы государство готово оказывать материальную помощь населению в виде жилищных субсидий. В связи с тем, что в январе месяце с учетом значительного роста тарифов на ЖКХ угличане получили новые квитанции, где естественным образом изменилась сумма оплаты за жилье, в Управление труда и социальной защиты населения стало обращаться много граждан, большинство из которых волнуют вопросы, какая им полагается субсидия и полагается ли вообще. За январь текущего года субсидии были назначены 1045 углическим семьям на сумму 1 миллион 118 рублей. Если в процентном отношении, то людей пенсионного возраста обращается много, но не хочу сказать, что только одни пенсионеры. И молодые люди, и до 25 лет у нас есть эти молодые семьи, ну и обычно трудоспособное население тоже обращается, потому что ситуация, мы все знаем, достаточно сложная. Многие люди остались без работы, поэтому как бы доходная часть их уменьшилась. По углическому району минимальная субсидия за январь составила 10 рублей, средняя 1069, максимальная 2800 рублей. Кто же имеет право на получение жилищной субсидии? Все, кто платит за свое жилье, более 14% совокупного дохода семьи. Ситуация такова, что семья, занимающая типовую квартиру, не должна отдавать за нее более 14% своего среднемесячного дохода. В том году данный стандарт по Ярославской области максимально допустимой доли оплаты от совокупного дохода семьи составлял 17%, а федеральный 22%. Региональный стандарт нормативной площади жилого помещения остался без изменения. 33 квадрата на одного, 42 на двоих и 18 на каждого, если в семье 3 человека и более. Следующий показатель, который необходим для расчета субсидий. Это региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг. Он используется в двух вариантах. В соответствии со степенью благоустройства жилого дома. Кроме того, он различен для отопительного и межотопительного периода. С 2007 года плата за отопление в летний период у населения не взимается. Чтобы было более понятно, как рассчитывается субсидия, приведем размеры региональных стандартов стоимости коммунальных услуг, от которых и производится данный расчет. В отопительный сезон для одиноко проживающих граждан региональный стандарт составляет 1647 рублей 49 копеек. Для семей из двух человек – 1213 рублей 22 копейки. Для семей из трех человек и более – 1095 рублей 55 копеек. Для расчета субсидий учитывается и прожиточный минимум. По Ярославской области на сегодняшний день он составляет для трудоспособного населения – 5156 рублей, для пенсионеров – 3729, для детей – 4468 рублей. Приведем пример расчета субсидий для семьи из двух человек, проживающих в однокомнатной квартире. Муж – пенсионер, его пенсия составляет 4200, жена работает, получает зарплату 6 тысяч рублей. Их совместный среднемесячный доход составляет 10200 рублей. Далее вот такая арифметика. Прожиточный минимум совокупный для этой семьи будет 8885 рублей, что выше прожиточного минимума. Расчет будет производиться от максимально допустимой доли, которая определена в нашем регионе – это 14% для этой семьи. Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг для этой семьи из двух человек составит 2462 рубля 44 копейки. Вот сейчас мы с вами просчитаем, сколько из своего совокупного дохода – 10200 рублей – они смогут выделить на оплату жилищно-коммунальных услуг. 10200 рублей мы умножаем на 14 и делим на 100. Вот 1428 рублей из своего совокупного дохода они могут выделить на оплату жилищно-коммунальных услуг. Рассчитаем размер субсидий этой семьи. Вот из регионального стандарта этой семьи – 2462 рубля 44 копейки – мы вычитаем то, что семья может выделить из своего дохода. Это 1428 рублей. И, соответственно, получается их субсидия – 1034 рубля 44 копейки. Расходы по квитанции, которые представила нам данная семья, у них составляют 1020 рублей. Так вот, размер субсидий не может превышать фактических расходов на оплату ЖКУ, которую понесла семья. То есть субсидия будет не 1034-44 копейки, что мы рассчитали, а сколько фактически эта семья затратила – 1020 рублей. Если обращается гражданин, у которого имеются льготы на жилищно-коммунальные услуги, он является ветераном или инвалидом, либо относится к любой льготной категории, то региональный стандарт стоимости жилой площади коммунальных услуг понижается на эту льготу, так как данная семья проплачивает жилищно-коммунальные услуги в меньшем размере с учетом икорд. Какие же документы необходимо представить в Управлении социальной политики и труда для назначения субсидий? Копию документа, подтверждающую право владения жилым помещением с предоставлением оригинала. Справку о составе семьи на текущий месяц. Копии документов, подтверждающих родственные отношения с членами семьи. Копии паспортов с предоставлением оригинала. Справки о доходах на каждого члена семьи за шесть предыдущих месяцев перед обращением. Копию трудовой книжки. Копию льготных документов. Справку из учебного заведения для детей старше 14 лет. А обучающихся в учебных заведениях среднего и высшего звена. Справку о размере стипендии, либо о том, что он ее не получает. Копии квитанции об оплате за электроэнергию, газ и коммунальные услуги за предыдущий месяц перед обращением. Сберегательную книжку заявителя, куда рассчитанная субсидия будет перечисляться. Дополнительную информацию можно получить по телефону 2-40-34 ежедневно с 14 до 17 часов. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!